Это новые Жигули, а это Коля Голубков. Как дела, Коля? Жигули купил, теперь займусь перекупом. И это просто Коля, промокод LUTTER. Йо, всем привет, с вами Стэн Лютер, и сегодня у нас будет самая крутая серия по перекупу, потому что я продам три машины, это Гелик, Ламборгини и Форд Раптор. Сегодня я выйду в максимальную прибыль, которую вы ни у кого не видели, потому что эти машины я купил максимально дешево и попытаюсь продать максимально быстро по нормальной цене. Всем приятного просмотра, берите чай, печеньки и мы начнем. А перед началом хочу вам рассказать о NextRP, это бесплатная ролевая игра с открытым миром. Здесь есть новая карта с российским городом, родные дома, улицы и магазины, но это не КРМП. Это эксклюзивная карта только для NextRP. Здесь есть голосовой чат, большой выбор авто, все машины из реальной жизни и с возможностью тюнинга. Здесь есть море развлечений, банды, стрелки, уличные гонки и очень много чего другого. Также у NextRP есть свой лаунчер, игру можно просто скачать и запустить, и все становится само собой. Так что пацаны, тысячи игроков ждут вас уже прямо сейчас в игре. Переходите по ссылке в описании и начинайте играть прямо сейчас. Ссылочки в описании. Парни, знали бы, как я не хочу расставаться с этими машинами, потому что это мои любимые тачки. Гелик, он нереально красивый. Ламборгини. Помните, я вам говорил, что ламборгини это полное говно? На самом деле я беру свои слова обратно, потому что это у меня-то ламборгини оказалось багнутой. Потому что у нее был очень жесткий тюнинг, а эту я взял вообще без тюнинга. Она просто шикарно едет, мне она очень нравится. Но надо идти дальше ради нового контента. Не могу я все время сидеть с одними тачками. Так, и посмотрите. И это Ford Raptor. Это самая классная тачка для бездорожья. Я просто кайфую с нее. Гелик и Ford Raptor я думаю, что когда-нибудь себе обратно куплю. Потому что это одни из моих самых любимых машин. Пока я снимал, тут уже выстроилось три человека на набор. Потому что, как я не приду, все время какие-то подписчики сидят у меня под... Что это было? Смотрите, этот бомж меня все время сбивает. Сколько у меня жизни? У меня уже жизни не осталось из-за него. Смотрите. Давайте я вам скажу, за сколько я купил каждую машину. Начнем с гелика. Гелики я купил за 3 миллиона ровно. Давайте посмотрим его ПТС. Смотрите, всего лишь один износ, но пробег 5300. Очень большой пробег. Я не знаю, попытаюсь на нем заработать хотя бы небольшие деньги. Я думаю, что это у меня получится. Дальше у нас идет Lamborghini Huracan. Смотрите, у нее один износ и пробег 300. Но когда я ее брал, у нее было 0 износа и 200 пробега. У нее ГОС 14 лямов, а я ее взял за 8 миллионов 200 тысяч. Это очень мало. На Lamborghini я постараюсь сегодня заработать очень большие деньги. И давайте посмотрим Ford Raptor. Смотрите, Ford Raptor имеет у нас 0 износа и пробег 7800. У него ГОС 2,8 миллиона, но я его взял за 1 лям 150 тысяч. Это тоже очень мало. Спасибо всем, кто мне продал эти тачки. Парни, благодаря вам я сегодня сниму эту серию. Давайте начнем с Lamborghini. Но я сейчас еду на БУ рынок. Это означает, что мне надо выключить графу, потому что у меня там будет лагать. А пока я еду на БУ рынок, я хочу вам сказать, парни, что еще новых лидеров. У меня были лидеры, но они сейчас не могут заходить в игру. Если у вас хороший онлайн и вы будете соответствовать по всем критериям, то вы можете стать лидером в моей банде. Все, что вам надо иметь, вы можете увидеть в моей группе банды, так что переходите по ссылке в описании. Вы будете попадать на мои видосы. Будем снимать вместе видосы про банду. Так что, если вы думаете, что вы сможете, оставляйте свои заявки. Я с каждым лично поговорю, которые будут соответствовать описанию. Хотя бы частично. Ну а пока что я заехал на БУ рынок. Давайте где-нибудь припаркуемся в хорошем месте. Очень печально, что я думаю, что сейчас ко мне сразу начнут приходить перекупы, просить просто маленькие деньги. Но я попытаюсь ее продать максимально дороже. Короче, парни, в тот вечер я не смог продать Ламборгини. Никто не подходил, не спрашивал, сколько она стоит и тому подобное. И я понял, что это не базарный день. И надо прийти с Ламборгини чуть попозже. Второй автомобиль у нас на очереди Гелендваген. Еду я и понимаю, насколько же он крутой и как не хочу я с ним расставаться. Но все же придется, потому что если мне понадобится, то потом я его еще раз куплю по какой-нибудь низкой цене. Давайте припаркуемся. Как раз-таки всего лишь один Гелендваген. И то я не знаю, если там человек сидит в нем. Так, цена 3.6 КК Торг. Пацаны, я вообще не врубаюсь. Оказывается, не записывалось. Я только что продал Гелик за 3.6. Я вообще не допер. Спасибо. Я сказал пацану Торг 3.6. И он говорит, ну давай. Я говорю, что давай? Я думал он торговаться будет. Он вообще не торговался. Я ему скинул 10К. И он купил за 3.6. Я в шоке. Я такое вижу вообще впервые. Чтобы человек просто подошел, сказал, возьму. И купил. И даже не торговался. Шериф Цаев. Привет, братан. Ты красава. Я в шоке. У меня такое впервые за всю историю. Чтобы человек просто подошел. Ему понравилась машина. И он купил по нормальной цене. Без всяких левых вопросов. Подъезжаем к боу рынку среднего класса. И зацените, сколько здесь машин. Вы сравните это с высоким классом. Тут жесть, что происходит. Как много народа. Ладно, давайте припаркуемся и начнем торговать. Походу я сейчас продам. Продаю Raptor за 1.6. Надеюсь, парень купит. Потому что я тут уже полчаса с ними разговариваю. Они говорят, что я дорого продаю. Я говорю, нет, я дешево продаю. Посмотрим, берет или нет. Все. Raptor продан. Продал я этот Raptor, конечно, не очень дорого. За 1.6. Я считаю, что это средняя цена за такой Raptor в таком состоянии. Но я считаю, что пойдет. Потому что я как-никак продал своему подписчику. И там торговалось 2 подписчика. Поэтому мне не очень жалко. Потому что если берет подписчик, то я готов даже немного и скинуть. Я скинул и продал. Итого я в плюсе, считайте, на 450 тысяч. И это только с Raptor. И это только начало. Я уже побил свой рекорд, потому что это максимальная прибыль с одной машины. У меня было 400 тысяч. А это уже 450 тысяч. Пришел я на следующий день вечером. И буквально за 10 минут я продал Amargini Huracan за 9 миллионов 400 тысяч. Это хорошая цена. Конечно, можно было бы продать дороже. Но я не хотел бы еще стоять несколько дней. Потому что я думаю, никому бы не понравилось, если бы серия вышла на 3 дня позже. Поэтому я ее продал за такую цену. Это хорошая цена. И я, в принципе, доволен. Но в тот же вечер я решил, что я хочу купить себе Amargini Aventador. И был один парень, который продавал, но продавал его за 17 миллионов. Я ему сказал, что я не готов давать такие деньги. Да, в принципе, у меня и не было таких денег. Я ему сказал свою цену. Он тоже отказался. Но в конечном итоге он пришел и сказал, минимум даю за 15. Если хочешь, забирай. Я взял и забрал этот Aventador за 15. У него 1000 пробега и 0 износа. И, если честно, я доволен, потому что это хорошая цена за такую машину. Тест, драффи, обзор Aventador будет скоро на канале. Так что, если вы еще не подписаны, подписывайтесь. А давайте пока что подведем итоги, сколько я сегодня заработал. Гелик я купил за 3 ляма, продал за 3 ляма 600 тысяч. С геликой я срубил 600 тысяч. Раптор я купил за 1 лям 150 тысяч. Продал за лям 600. С него я срубил 450 тысяч. А ламборгини я купил за 8 миллионов 200 тысяч. И продал за 9 миллионов 400 тысяч. С него я срубил 1 миллион 200 тысяч. Итого, с трех машин я заработал 2 миллиона 250 тысяч. Это очень много. Я никогда столько не зарабатывал с перекупа. Пацаны, ставьте лайк за этот видос, потому что, ну, это просто рекорд. По крайней мере, для меня. И напишите, сколько максимум вы зарабатывали на перекупе в комментариях. Мне будет очень интересно это почитать. Все. Я думаю, на этом мы закончим. Это была очень классная серия. Ставьте лайк, подписывайтесь. Ставьте колокольчик, чтобы первыми увидеть новые серии. С вами был Стэн Лютер. Всем спасибо. Пока. И не забывайте, что самый пролайканный коммент попадет в следующий видос.